Первая точка визита министра спорта Павла Колобкова – многофункциональный комплекс «Сопка». Вести в эксплуатацию его должны в самое ближайшее время. Основные работы уже позади. Осталось только установить оборудование и навести порядок. Этого с нетерпением ждут сотни ребят, которые пока вынуждены тренироваться в других регионах. Вот это здание, мы сейчас про него расскажу, что оно носит узловое значение для круглогодичной тренировки спортсменов. Здесь отрабатывают технические все элементы, в зале и батутном. Потом выходят на двору и там отрабатывают все, что касается практики. В высокой степени готовности и поликлиника СФУ, где будут лечить спортсменов, здесь уже устанавливают оборудование. Первых пациентов рассчитывают принять с 1 июня следующего года, когда поликлиника пройдет лицензирование. Буквально за окном строится многофункциональный комплекс, который во время игры станет тренировочной базой. Там же разместится столовая. После универсиады его будут использовать как огромный легкоатлетический манеж. Это единственный объект, по которому есть небольшое отставание от графика. Сложностей много, но все они решаются. Есть множество проблем технических и других. 20 августа многие объекты универсиады, так же, как и город, подтопило. Где-то произошли обрушения. Это все ликвидировано, никак не отразилось на работах. Даже то, что у нас было на трассах горнолыжных из-за метеоусловий, на сегодняшний день отставание ликвидировано. На сегодняшний день мы проверили все конструкции. Никаких сомнений у нас не существует. Все 34 объекта сдадут в срок, заверяют и подрядчики, и заказчики. Перед универсиадой их еще нужно протестировать, то есть провести на них пробные крупные соревнования. Большую работу нужно провести и в городе. Гостям здесь должно быть не только комфортно, но и интересно. Так, чтобы захотелось вернуться. Мы считаем, что в течение следующего лета, подготовившись организационно и проектно, мы можем внести существенные изменения во внешний облик города. Кроме этого, необходимо иметь в виду, что универсиады – это не только спортивные объекты, это дороги, это великолепный аэропорт, который, кстати говоря, мы надеемся открыть до конца этого года. Министр спорта России высоко оценил и степень готовности объектов универсиады, и то внимание, которое уделяют всемирным студенческим играм. Но главное – это создать такое наследие, которое будет служить не только городу и краю, но и всей стране. В Красноярске планируют проводить и всероссийские, и международные соревнования. Павел Колобков подчеркивает – мы это заслужили. Красноярск – один из наших таких вот самых спортивных регионов. И не только по зимним видам спорта, но еще и по летним. Более 20 только базовых видов спорта здесь развиваются. У нас очень много спортсменов, вы знаете, представителей Красноярска являются костяком нашей сборной. Я говорю еще раз, в летних и зимних видов спорта. Поэтому будем надеяться, что наша универсиада будет самой лучшей зимней универсиадой. И уже другие страны будут ориентироваться на нас. На совещании краевые и федеральные власти договорились о том, что государство поможет благоустроить Красноярск. В течение двух месяцев регион должен подготовить специальную программу и представить ее правительство страны. Алина Штоколова, Александр Ермашенко и Андрей Крупнов. Новости.